Здравствуйте! С новостями культуры Хакасии познакомлю вас я, Олеся Калиниченко. События 12 апреля потрясли всю республику. В результате пожара пострадали сотни людей. Сбор благотворительной помощи начался сразу после трагедии и продолжается до сих пор. Министерство культуры, помимо сбора вещей и денежных средств, оказало адресную помощь своим коллегам, работникам сельских клубов, потерявших жилье и имущество. Не остались в стороне республиканская филармония и театры. Вырученные средства от концертов были перечислены в фонд пострадавших от пожара. Одним из первых благотворительный концерт в Абакане дал московский пианист Вячеслав Грязнов. Музыка Чайковского и Рахманинова как нельзя лучше передает то, что сегодня чувствует вся Хакасия. Тревогу, боль, скорбь. Но в то же время эта музыка дарит веру и надежду, что все самое страшное уже позади, что все наладится. Этот концерт вообще мог не состояться. О трагедии в Хакасии пианист Вячеслав Грязнов узнал, когда был с гастролями в Красноярске. Первая мысль у музыканта и организаторов была одна – отменить выступление. Но подумав, сделали иначе. Средства от продажи билетов решили перечислить в фонд помощи пострадавшим от пожаров. Я бы хотел выразить свои сочувствия и соболезнования всем, кто потерял близких, кто потерял имущество. И хочу сказать спасибо за то, что этот концерт все-таки состоялся. Очень благодарен за то, что нам, всем, мне и оркестру дали шанс поучаствовать в общем деле. За это спасибо. Вячеслав Грязнов выступил в Абакане в рамках федеральной программы «Звезды 21 века». Она реализуется благодаря сотрудничеству между Министерствами культуры России и Хакасии. В нашей республике достаточно много ценителей оперы, симфонической музыки, джаза. Но выезжать на концерты в большие города у людей нет возможности. А благодаря федеральной поддержке мировые звезды регулярно выступают на наших сценах. У нас в Хакасии на самом деле можно в Абакане послушать такие имена, услышать и послушать, какие может быть… Вот в центральных городах России, а я общаюсь в общем довольно с большим количеством людей и на Дальнем Востоке, и в европейской части, они такой возможности не имеют. Выступление музыканта было блестящим. Неповторимый исполнительский стиль Грязнова складывается из абсолютной свободы владения инструментом и удивительно точного прочтения авторского текста. Его интерпретации произведений Рахманинова, Шопена, Листа критики называют ярчайшим явлением на современном исполнительском небосклоне. Самобытный, интересный, глубокий музыкант с непохожим, скажем, своим своеобразным внутренним миром. Поэтому самое главное, потому что этому музыканту есть что сказать. Во втором отделении Вячеслав Грязнов совместно с симфоническим оркестром исполнил концерт номер один Сергея Рахманинова. Около 30 минут, пока звучало произведение, зал, казалось, не дышал. А с последним аккордом просто взорвался аплодисментами. Так просто молодого маэстро со сцены не отпустили. И на бис уже совсем жизнеутверждающая. Итальянская полька Рахманинова. Пианист очень здоровский, талантливый. И, кроме того, понравилось, что была социальная направленность. Были и моменты скорби, и моменты поддержки, и какой-то подъем душевный о том, что все будет хорошо и все наладится. Билеты на концерт были не очень дорогие – от 150 до 350 рублей. За выступление удалось собрать 17 тысяч. Еще семь пожертвовали зрители во время антракта. Все собранные средства Республиканской филармонии перечислила фонд пострадавшим от пожара. Герои нашего следующего материала – совсем юные музыканты. Они делают свои первые шаги в мире большой музыки. Более 600 воспитанников детских музыкальных школ – Хакасии, Тувы и Красноярского края – приняли участие в межрегиональном конкурсе ансамблевой и оркестровой музыки, который на днях прошел в Республиканской столице. Профессиональный рост в музыке невозможен без участия в специальных конкурсах. Конечно, организация и проведение на своей территории таких массовых мероприятий – дело затратное. Но оно того стоит. Даже если молодой музыкант не займет призового места, участие в конкурсе – это в любом случае ступенька вверх. Те дети, которые первый раз выходят на конкурс, с ними очень сложно. А те, которые второй, третий раз выходят, уже какая-то там группа, они уже понимают, что это такое, они как-то концентрируются, они быстрее, легче работают и можно выдать уже более лучший результат, более сложную программу. В Республике проводятся два престижных музыкальных конкурса, организатором которых выступает Министерство культуры Хакассии. Один имени Александра Кеннеля уже получил статус всероссийского. Конкурс ансамблевой и оркестровой музыки пока межрегиональный, но судя по интересу, который проявляют к нему участники, российский уровень не за горами. Прежде всего радует география, что мы приехали из разных регионов и представлены совершенно разные коллективы, и смешанные ансамбли, и, в общем, полное разнообразие коллективов, что очень радует. Оркестры и ансамбли в течение трех дней состязались в мастерстве. Как признаются сами участники, исполнять произведения в коллективе с одной стороны проще, чувствуется плечо, с другой сложнее, ответственность несешь не только за себя, но и за команду. В оркестре чувствуешь себя под защитой, потому что народу много, и у тебя всегда есть поддержка, которая рядом сидит, и в случае чего, ну, в общем, будет неслышно, если ты накосячишь. Но все равно нужно стараться, потому что удача складывается из того, что каждый хочет добиться успеха, каждый хочет хорошо сыграть и вкладывать какую-то свою частичку в исполняемое произведение. Организаторы стараются сделать так, чтобы извлечь из конкурса максимальную пользу. Помимо конкурсной программы проводятся традиционные мастер-классы для учеников и преподавателей, а в жюри стараются приглашать лучших представителей ведущих музыкальных вузов страны. К нам ежегодно приезжают и преподаватели, и доценты, и профессора из Новосибирской государственной консерватории, из Красноярской академии музыки и театра. Мы очень рады, что ежегодно у нас бывают представители из Российской академии музыки имени Гнесиных, и Московской государственной консерватории, самых лучших, самых ведущих в общем вузов. В межрегиональном конкурсе ансамблевой и оркестровой музыки приняли участие 152 творческих коллектива. На сцене выступили около 700 юных музыкантов. Практически во всех номинациях – оркестры, фортепианной ансамбли, национальные, духовые и ударные инструменты – наши музыканты стали лучшими. Геннадий Синельников – писатель, известный в Хакасии и за ее пределами. Тема афганской войны является ключевой в его литературном творчестве. О тех событиях Геннадий Григорьевич знает не понаслышке. Два года он служил в Афганистане, принимал участие в боевых действиях. Сегодня с боевыми товарищами переписывается по электронке и продолжает писать книги. Геннадий Григорьевич никогда не мечтал о карьере писателя. Свою судьбу и профессию он связал с армией. Даже печатную машинку купил не для творчества, а для составления документов. И вот она, моя любимая, пишущая машинка «Москва». Я ее купил в Мурманской области в 1977 году. Лейнтенантом. Жизнь сложилась так, что на этой печатной машинке Геннадий Синельников создал свои первые книги. Главная тема его литературного творчества – «Война в Афганистане». В это пекло он попал одним из первых в 1980 году и практически без перерыва прослужил два года. Когда с военной службы пришлось уйти по состоянию здоровья, он понял, что про ту войну как-то не принято говорить. А рассказывать было о чем. Так появилась первая книга «Афганистан. Боль. Память». Это невымышленный факт. Это вполне официально и в московском издательстве изложен. И офицеры, которые со мной поддерживают связь в одноклассниках, читают и говорят, что вранья здесь нет. То есть я не соврал. После первой книги вышел свет «Афганский капкан». Роман «Ах, война, что ты сделала» был издан московским издательством. В четырехтомнике «Крестовая печать» Геннадий Григорьевич рассказывал про криминальную Россию 90-х. В творчестве подполковника нашлось место даже лирическому роману. Но все равно герои его книг напрямую или косвенно связаны с афганской войной. «Я написал здесь, как бы, про любовь, роман. И он очень понравился, удивился. Я встречался с людьми, с женщинами, там, по 40 лет с лишним. Вечером подарил, вот он приезжает, она мне говорит, ой, я прочитал эту книгу. Ой, мне так понравился. Ну как, за ночь, за ночь, а что, сейчас читают, по ночам читают. Сегодня Геннадий Синильников заканчивает работу над новой книгой. Это будет служебно-биографический очерк о сотрудниках МВД. В него вошли рассказы о тех, кто уже на заслуженном отдыхе, о совсем молодых ребятах и о тех, кто погиб, исполняя долг. Геннадий Синильников не любит строить планов, но уже есть тема и материал для будущей книги. Многие родственники Геннадия Григорьевича в 30-е годы подверглись репрессиям. Автор считает важным написать о том, как жили, а точнее выживали репрессированные в Сибири. На этом все. Следующий выпуск «Культуры Хакасия» смотрите 6 мая. Мы расскажем о программе празднования Дня Победы. Спасибо за внимание. Берегите себя и своих близких. До встречи.